Я рада приветствовать тебя в очередном уроке, уже 14-м. Он посвящен изучению нового для нас понятия. Это понятие из Scratch – защищенные переменные считывающие блоки и случайные числа. Но случайные числа есть везде, а вот защищенные переменные считывающие блоки – это в некотором роде особенность Scratch, но эта особенность еще и имеет отношение к другим языкам программирования. Я сейчас объясню почему. И по традиции мы создадим маленький проект, игру «Прятки», которую ты дальше сможешь развивать. Давай сначала я немного объясню, что такое защищенные переменные, какие переменные есть в Scratch, мы потом посмотрим. Защищенные переменные, еще можно по-другому сказать, что это зарезервированные переменные или системные переменные. То есть это та переменная, которую не надо создавать. Они созданы заранее внутри системы программирования, и их можно использовать для различных целей. Их сразу можно использовать, как я уже сказала, для того, чтобы получать необходимые данные. Ну давай откроем Scratch и найдем в нем защищенные переменные считывающие блоки. В самом названии «Защищенные переменные» тебе уже наверняка слышно знакомый тебе термин, слово «переменная». Переменные, когда мы создаем, давай создадим переменную, например, переменная «А», выглядит как такой кружочек или овальчик, если мы напишем длиннее. Например, вот когда мы создавали строку, то у нас получается овальный такой блок. И мы этот блок, его значение, можем увидеть на сцене, если стоит флажок, либо убрать. По аналогии, защищенные переменные тоже в Scratch выглядят таким же образом, но находятся в соответствующих группах команд. Давай посмотрим в группе команд движения, есть ли у нас такие блоки. И действительно, в конце, когда мы посмотрим, у нас есть такие блоки. Положение X, положение Y и направление. Что это за такие защищенные переменные, значения которых мы можем здесь увидеть? Это значения переменных, которые относятся к данному спрайту. Если мы добавим еще один спрайт, например, яблоко, сместим его. И тоже для него поставим флажок для каждой из защищенных переменных, мы видим, что здесь есть надпись с названием, с именем спрайта. И значения уже другие. Что это такое? Положение X, положение Y. Конечно же, надеюсь, ты правильно догадался, если мы сравним это координаты X и Y нашего спрайта. Ну а направление, это направление движения. Если помнишь, мы направление движения можем здесь задавать, вот здесь, в настройках спрайта. Вот мы меняем это значение, и здесь даже с тысячными долями показывается, то есть не целое число. Либо мы можем задавать направление движения с помощью команды повернуть в направлении. Тоже мы это делали. Не будем сейчас углубляться. Можешь поэкспериментировать. Итак, у нас вот считывающий, это же и считывающий блок, в принципе, но это защищенные переменные, потому что мы можем узнать их значения, вывести их на сцену. Дальше, в следующей группе команд ищем такие же блоки. И оказывается, у нас тоже есть, мы можем их посмотреть, их значения для соответствующих спрайтов. И оказывается, мы можем узнать номер костюма. Вот этот вот значок, решеточка диезная. Это в англоязычной традиции международной, это означает номер, номер костюма. Допустим, мы можем то же самое вывести коту. И, допустим, если мы костюм сменим, то здесь уже меняется номер костюма. Иногда нам действительно необходимо знать номер костюма для того, чтобы выполнять какие-то действия. Или даже имя фона. Если помнишь, в предыдущем уроке мы брали вот эту вот защищенную переменную, ее значение и проверяли значение имени фона. Ну и размер спрайта тоже ты наверняка знаешь. Размер задается в процентах. То есть мы можем установить другой размер. Например, давай кота уменьшим. И размер у нас уменьшается. Если мы кота увеличиваем, то значение меняется. Итак, вот у нас защищенные переменные здесь. Ну давай по порядку. Здесь мы со звуком профессионально пока не работали. Для этого у нас есть отдельные уроки. Но играли мы звук. И оказывается, можно менять громкость и темп. Этот набор инструментов мы еще пока не использовали. Видишь, у нас еще и обзор команд оказывается. Буквально в следующем уроке мы будем изучать эти инструменты. Здесь, понятно, мы задаем свои переменные. В группе команд события не может быть никаких защищенных переменных. В управлении, в принципе, тоже. А вот в группе команд сенсоры у нас появляются еще и так называемые считывающие блоки. Чем они отличаются? Ну вот если переменная, вот у нас зарезервированный или защищенный переменный ответ мы использовали. Опять здесь повторяется громкость. Здесь еще можно управлять видео. Я отдельно, возможно, запишу какой-нибудь урок. Мы можем поработать и с этим блоком. Таймер с таймером тоже поработаем. И еще есть вот все, что обозначается овальчиком. Вот мне нравится вот этот вот блок. Это считывающий блок. Это уже не переменная защищенная. Этот считывающий блок. Смотри какой. Мы можем брать положение x, y от любого спрайта. Другие значения мы тоже будем ими пользоваться в более сложных проектах. Иногда это действительно очень удобно. То есть мы можем, допустим, из спрайта кота узнать координаты x и y спрайта яблока. Яблоко или направление движения, или даже номер костюма. Но для каких-то целей это может быть полезно. Или даже размер. Много разных интересных значений мы можем получить. Ну и текущее значение минуты системное тоже мы можем получить. Ну давай продолжим. Здесь у нас тоже есть такие овальные блоки. Ну а здесь у нас ничего нет. Это тоже у нас будет отдельный урок. Итак, что такое считывающие блоки? Что такое защищенные переменные? Программирование ты уже знаешь на практике. Но еще я немножко добавлю, что в других языках программирования... Сначала я сказала, что это особенность Scratch, но в других языках программирования тоже есть что-то похожее, вроде защищенных переменных. Но это называется зарезервированные слова. Когда ты будешь программировать на других языках, ты будешь писать тексты программ, используя специальные конструкции. И те слова, которые используются в языке программирования, нельзя использовать, например, для того, чтобы писать имена или идентификаторы, правильно сказать, переменных. То есть это так называемые зарезервированные слова языка программирования. Если ты будешь их использовать, то программа может работать с ошибками или даже не начать работать. Сразу интерпретатор выдаст ошибку. И тема нашего сегодняшнего урока еще связана с тем, что мы работаем со случайными числами, и мы будем работать с блоком «Выдать случайное число в заданном диапазоне». И сделаем мы это вместе с реализацией небольшого проекта, который называется «Прятки». Я предлагаю тебе сейчас поставить видео на паузу, открыть Scratch и посмотреть в каждой группе команд точно так же, как я только что тебе показала защищенные переменные считывающие блоки. И посмотреть, какие получаются значения, а потом возвращайся, и мы реализуем игру «Прятки». Надеюсь, у тебя получилось изучить защищенные переменные считывающие блоки в Scratch. И, как я и обещала, сейчас мы перейдем к реализации проекта для игры «Прятки». Мы будем основываться на примере, который есть в студии юной разработчика игры «Беларусь». Это проект под номером 8 и называется он «Прятки». Вот он такой простенький. И сейчас мы его рассмотрим. Запустим. Он очень простой. Здесь у нас есть код, которым мы управляем с помощью мышки. И, как ты видишь, в случайных позициях, неизвестных абсолютно, появляется привидение. Сейчас мы реализуем этот маленький проект, который ты сможешь потом различным образом развивать. И я потом покажу тебе еще один пример, который тебе поможет совершенствовать свой. Остановим этот проект. Ты можешь, в принципе, найти его по той ссылке, которая есть под видео. Я открою код. И мы видим, что здесь у нас два спрайта. На сцене, конечно, можно было бы добавить какой-то фон. Я думаю, ты справишься с этим самостоятельно. И один спрайт. Спрайт кота у нас работает каким образом? У него есть скрипт. Вот это лишнее я уберу. Перейти в верхний слой и перемещаться в позицию указателя мышки. А у привидения, мы его тоже взяли из библиотеки, скрипт заключается в том, что он сначала прячется, потом какое-то время ждет, одну секунду, и переходит в случайную позицию по координатам х и у. Потом мы его видим полсекунды и снова все повторяется. Ну что, давай реализуем по порядку. Если ты все запомнил, можешь это делать самостоятельно. Я создаю новый проект. Здесь не сохраняем. Итак, у нас есть код. И достаем из библиотеки привидение. Можно выбрать фантастика. Вот это привидение. Там код немножко меньше. Давай сделаем его меньше. И напишем скрипт. Всегда он у нас переходит в указатель мышки. Давай проверим. Вот он у нас вместе с мышкой. Потом я покажу еще интересный вариант, как с ним можно управляться. И главный скрипт, конечно же, у нас у нашего привидения, который тоже в цикле всегда переходит в координаты х и у с использованием случайных чисел. Случайная координата х и случайная координата у. Причем х у нас от какого значения? Там было от минус 240 до плюс 240. Но наверняка ты успел заметить, что получалось, что вот так вот только хвост виден. Можно, в принципе, предположить, что так задумано по сценарию, но чтобы все-таки его было лучше видно. Допустим, давай мы сделаем от минус 200 до плюс 200. Это координата х, горизонтальная координата. По у аналогично от минус 180. Вот вниз, да, минус 180 плюс 180. И тоже, чтобы он совсем у нас не пропадал за края сцены, ну давай напишем минус 150 плюс 150. Меньше. Ну давай проверим. Запустим. Вот он прыгает. Понятно, нас это не очень устраивает. Нам нужно сделать, что, как мы говорили, сначала мы ждем секунду. И при этом его нет на сцене. Прячемся, потом он появляется. Ну и для того, чтобы сейчас проверить, мы еще одну секунду подождем. Давай. Так, вот наш код. Мы им управляем. Секунду нету. А, а показаться я не добавила, поэтому ничего и нету, конечно же. Конечно, надо показаться. Вот он показался. И видишь, да, идея проекта заключается в том, что код должен ловить привидение. Но получается, что код под ним. Поскольку привидение мы добавляли позже. Значит, что мы еще сюда должны добавить? Мы должны добавить, перейти в верхний слой. Перейти в верхний слой. Это у нас команда, касающаяся внешности, внешнего вида. Давай вот так вот сделаем, чтобы он переходил в верхний слой. Вот теперь код над привидением. И для того, чтобы была эта игра полноценной, ты можешь самостоятельно сейчас сделать проверку касания. Если код касается привидения, то, допустим, считаются очки. Добавишь переменные очки и сможешь сделать такую простую игру. Можешь добавить какой-то фон. То есть вот такой интересный проект. Ну и еще, что я тебе интересное сейчас покажу, это то, что вот когда код вслед за мышкой, это, наверное, интересно. Но вот мышка немножко мешает. Сейчас я увеличу сцену, чтобы было видно. Можно есть еще интересный способ, когда делают движение кота вслед за указателем мыши и получается дополнительный эффект. Вот это мы сейчас уберем. Я даже не буду останавливать проект. Заодно увидишь, как сразу в процессе выполнения скрипта меняется действие. Вот я убрала перейти в указатель мышки и код уже никуда не смещается. Мы сделаем следующее. Мы повернемся в направлении указателя мышки. Вот он поворачивается. И добавим идти. Вот он будет сначала идти вслед за мышкой. И сейчас уже получится, что в принципе игра немножко посложнее. Но движение кота более интересное. Он догоняет мышку. Мы должны угадать, в каком направлении двигать мышкой, чтобы словить быстрее привидение. То есть игра более такая сложная получается. Больше эффект случайности. Но когда он догоняет мышку, его вот так вот начинает дергать, потому что он постоянно меняет направление. Вот такой простой проект. Я тебе сейчас предлагаю поставить видео на паузу и его реализовать. А потом я тебе покажу еще один пример. Ну что ж, надеюсь, у тебя все получилось. Сейчас я покажу еще другие возможности. Мы здесь использовали вот эти считывающие блоки. Будет случайное число. Конечно же, это используется много где еще. В разных других проектах мы будем это использовать. Но еще я обязана тебе показать, что на самом деле есть команда «Перейти в». И здесь тоже есть случайная позиция. В общем-то, это своеобразная альтернатива вот этой вот команде. Но здесь случайная позиция как раз-таки в диапазоне полностью на сцене. А возможно, тебе потребуется еще меньше задавать диапазон, допустим, по горизонтали или по вертикали какой-то другой. Тогда тебе понадобится вот эта команда. Ну давай, раз уж я тебе показала команду «Перейти в случайную позицию», мы ее проверим, как это будет работать. Можешь тоже поэкспериментировать потом самостоятельно. Запускаем, проверяем. И вот видишь, да, тоже только хвост виден. То есть то, что мы подправляли с помощью уточнения диапазона от минус 200 до 200, а не минус 240, здесь оно не учитывается, поэтому мы получаем такие вот позиции. Для чего же еще нужны случайные числа и вообще что это такое? Случайное число – это такое число, которое генерируется специальной функцией математической. Это такой математический расчет. Если ты будешь учиться в университете, то, скорее всего, вы будете проходить, как генерируются случайные числа разными способами. В разных системах программирования даже используются разные алгоритмы. Но в любом случае это какое-то случайное число, непредсказуемое заранее, которое в заданном диапазоне генерирует система программирования, генерирует компьютер. Для чего нужны нам случайные числа в играх? С помощью случайных чисел в играх моделируется эффект неожиданности, какие-то неожиданные события и действия персонажей, то есть наших спрайтов. Почти как в реальной жизни. Мы не часто знаем, что вот сейчас в данный момент пойдет дождь. Мы можем предполагать, но всегда это достаточно часто для нас неожиданно. Вдруг взял и пошел дождь, тучка пришла, да? Или вдруг кто-то пришел, или позвонил неожиданно для нас, хотя на самом деле некоторые говорят, что это все закономерности. В какой-то мере да, но в играх это проще реализовать именно с помощью случайных чисел. То есть можно создавать достаточно сложные сюжеты, где какие-то спрайты будут появляться в случайных позициях, и игроку будет сложнее выполнять какие-то задания. Давай сейчас, как я и обещала, мы посмотрим еще пример одного проекта, который тоже есть в студии Юный Разработчик Игр. Это ремикс стартового проекта Scratch. Называется он «Прятки с гоба». Я сделала ремикс для того, чтобы можно было его просто показывать, чтобы он не исчез никогда. И здесь у нас реализована похожая игра, тоже прятки, но нужно кликать мышкой на гоба. Он прячется, и потом нужно его словить. Ну, давай запустим. Вот он говорит «Кликай по мне и набирай очки». Мы считаем очки. Я по нему щелкаю. И еще, когда ты будешь сам играть, у тебя будет еще специальный звук. Я звук системный выключила, но сразу слышно, когда я на него попала. Вот иногда я не успеваю, очки не набираются, и звука не слышно. Чем отличается скрипт этого проекта от скрипта «Прятки», который мы реализовали? Во-первых, здесь никто ни за кем не гоняется, мы просто должны кликать мышкой. А во-вторых, по клику мышкой мы считаем очки. То есть, если здесь ты будешь развивать, если код гоняться будет за привидением, его ловить, тебе нужно будет обрабатывать касание, например, так же, как в проекте «Код обжора». Дам ссылку на этот урок. То здесь, если мы откроем код, у нас один единственный спрайт на красивой сцене на луне, гоба. И когда спрайт нажат, мы изменяем количество очков и проигрываем звук. Здесь точно такой же скрипт для него. Он появляется и исчезает. Точно так же, как мы только что написали. Даже диапазон случайных чисел почти такой же, только вот здесь вот «Y» от минус 140 до плюс 140, чтобы он совсем не улетал в небо. Ну что, попробуй посмотри этот проект и усовершенствуй свой. Добавь что-то еще, чтобы это была уже интересная игра. Я желаю тебе успехов. Жду в следующих уроках и напоминаю, что необходимо делать гимнастику для глаз или какую-нибудь физическую разминку, чтобы твои мышцы всегда работали.